Любовь Швецова. Жизнь отцахи. Быт и традиции русских крестьян. Глава первая. Мир русской деревни. Родная деревня всякому дорога. Русская деревня прошлого представляла собой целый мир, который жил своей особой жизнью, богатый на события и наполненный смыслом. Деревня – не просто участок земли, это символ всей нашей страны, ее истории, уникальных обычаев и многовековых традиций. Крестьяне были глубоко привязаны к своим селениям, к родным местам и земле. Здесь жили целое поколение – отцы, деды, прадеды, малые дети. От отца к сыну, от матери к дочери передавались знания и умения, мировоззрение и опыт. При этом люди жили в глубоком единении с природой, с детства любили и чувствовали ее, относились к ней как к живому существу, уважительно и бережно. Природа была прекрасной – много лесов, лугов, небольших озер, рек и речек, а еще больше ключей и родничков. И этому способствовало бережное человеческое отношение к окружающей его природе. Регулярно все, от малолетних до стариков, выходили на зарубку кустарников на лугах, заросли возле пашин, чистку деревенских улиц, речушек, ключей. Вода была чистая, как слеза. Рыбы было множество, никто не злоупотреблял. Надо на уху, сходишь, за полчаса наловишь и все. Так вспоминал о своей малой родине крестьянин Зорин, 1918 года рождения. Неотъемлемой частью селения была природа. Встроенными рядами тянулись деревенские улицы с большими и малыми домами, площадями и храмами. Все это было любимо и дорого русскому человеку. Деревня наша небольшая, всего 23 дома, расположены на берегу небольшой речки. Как сейчас вижу, вся деревня – одна улица. В верхней стороне все дома двухэтажные, а у реки одноэтажные. Вижу зеленую площадь, поросшую чистой травой, на которой мы каждый день играли в детстве. За домами, в сторону реки, располагались огороды. Весной река разливалась и заливала луга и поля, поэтому солома и сено хватало скоту на всю зиму. Из воспоминаний крестьянки Булдаковой, 1919 года рождения. Деревня от села отличалась тем, что в ней не было церкви, а количество дворов было небольшим. Как правило, несколько деревень объединялись вокруг одного села, образуя обособленную территорию. Ее архитектурным и духовным центром был храм – белоснежный каменный или величественный деревянный. Русские люди были глубоко верующими и храм посещали регулярно, по престольным праздникам и воскресеньям. Рядом непременно возвышалась колокольня, звон ее колоколов слышали за несколько верст во всех деревнях, окружавших село. Как правило, на деревенской площади проводились ярмарки, праздничные гуляния, собирались для решения важных общественных вопросов. Вдоль улиц тянулись дома, богатые и не очень, украшенные резными наличниками и совсем простые. Но объединяло их одно – все они были рублены из прочных деревянных бревен. Впрочем, размер деревни определялся не количеством изб, а числом дворов. Крестьянский двор включал в себя целый комплекс строений. То были амбар, авин, гумно, конюшня, скотный двор, сеновал, баня. В зависимости от климатических условий и региональных традиций, внешний облик русского дома и дворовых построек, планировка всего пространства и даже меблировка сильно разнились. Так, на севере Европейской России многие крестьянские жилища представляют собой высокий двухъярусный дом под двускатной крышей с примыкающим к нему двором. В доме спокойно размещалась большая семья, вся хозяйственная утварь и домашний скот. Жилое помещение располагалось на втором этаже. Нижний этаж, под клет, использовался в хозяйственных целях. Большие размеры жилища сложились под влиянием сурового северного климата и долгой зимы. Конечно, не все северные избы были такими. Все зависело от состава семьи и ее материального достатка. Вот как описывают жилища Русского Севера студенты географического факультета Ленинградского государственного университета, которые летом 1929 года находились в этих краях на практике. Дома у зажиточных крестьян отличаются от испов бедняков. Дома у более состоятельных, большей частью двухэтажные, сильно вытянутые назад. В задней части дома обычно сарай, в котором складывается на зиму сено, солома. Сарай тесно соединен с домом. Крыша покрыта черепицей или длинными тесанными досками. На втором этаже нередко встретишь балкон с искусной резьбой. Правда, на этот балкон никогда не ходят, но он хорошо гармонирует вместе с резными окнами. Очень часто попадается на балконе надпись, когда дом построен. Иногда красками довольно ляповато нарисованы лошади с таротайкой. Вход в избу всегда сбоку. Полная противоположность – дом бедняка. Всегда очень низкий, покосившийся на бок одноэтажный. Крыша в некоторых местах продырявленная. Задняя часть сарая часто бывает раскрыта. От больших северных изб отличались усадьбы в центральных районах Европейской России, которые выглядели намного скромнее. Дома там были одноярусными, под двускатные крыши и на невысоком подклете. Двор же находился отдельно. В большинстве случаев он прилегал к боковой стороне дома. В южно-русских районах крестьянские избы были низкие, без подклета. Они не отличались большими размерами, просто классические избушки из русских народных сказок. За каждый такой избой находился широкий открытый двор, застроенный по периметру помещениями для скота, навесами для хранения сельскохозяйственного инвентаря, телег и саней и прочими необходимыми в быту постройками. Большим своеобразием отличались так называемые курени донских казаков. Это были высокие двухэтажные квадратные в плане здания под тесовой четырехскатной крышей. Хлев, конюшня, овчарня, птичник и другие постройки находились на некотором расстоянии от жилого дома. Совсем не похоже на казацкое жилище усадьба русского крестьянина Сибири и Алтая. Это своего рода крепость, высокая бревенчатая изба, амбар, расположенный на некотором от нее расстоянии, забор с массивными воротами, глухой двор, по периметру которого устроено помещение для скота, погреб, сеновал, навес для дров. Крестьянские усадьбы прошлого – это небольшие миры, вселенные, где каждый элемент, каждая деталь были продуманы до мелочей. И чтобы этот мир достойно функционировал, его обитателям приходилось долго и неустанно трудиться. Во всех областях нашей огромной страны жизнь простых крестьян была очень тяжела. Но грамотная планировка пространства, понимание природных особенностей местности и осознание себя как части этой природы существенно облегчали сложный крестьянский быт. Двор кольцом и амбар с крыльцом. Русская деревня – это целый мир со своими обычаями и правилами, а каждое крестьянское хозяйство – его составляющая, сложный живой организм. Давайте заглянем на крестьянский двор заботливого и работящего хозяина и посмотрим, как там все устроено. Каждая усадьба огораживалась высоким забором с крепкими воротами. За оградой скрывались все хозяйственные жилые постройки, имевшие для их обитателей важное значение, и всякая деталь была продумана. В самом дальнем конце двора располагалось гумно – место, где складывались снопы, сушили их и обмолачивали. Его могли соорудить прямо на улице, а могли обнести прочными бревенчатыми стенами и накрыть крышей. Так, открытое гумно представляло собой пространство с песчаным грунтом. Его огораживали деревьями, окапывали канавы и насыпали по периметру небольшой земляной вал. Деревья защищали место от ветра, канава предназначалась для сбора дождевой воды, стекавшей с гумна. Земляной вал защищал пространство от домашнего скота. В середине располагался так называемый ток – площадка, где обмолачивали зерно. В закрытом гумне также устраивали узкие отсеки, куда укладывали снопы и солому. Имело сооружение и сквозной проезд для телег. Во все времена наполненные хлебами гумна воспринимались русскими крестьянами как символ богатства и процветания семьи. «Есть на гумне – будет и в сумме», – говорили в народе. Нередко хозяева, пытаясь сохранить и уберечь хлеба от пожаров, грабежа и нечистой силы, прибегали к разным магическим приемам. Например, перед тем, как заполнить гумно снопами, его окропляли святой водой, а над дверным проемом рисовали кресты. В стены же втыкали можжевеловые веточки, по поверьям отпугивающие нечистую силу. Как правило, рядом с гумном ставили овин. Место, где на специальных жердях-колосняках сушили снопы. Нередко две постройки соединяли в одно целое, это позволяло молотить хлеб даже в непогоду. В овине сооружали печи, с которой нагретый воздух поднимался вверх и подсушивал снопы, разложенные на колосняках. Когда хозяева топили эту печь, им постоянно приходилось караулить, чтобы от сильного огня не случился пожар. Однако все равно эти постройки нередко горели. Рядом ставили амбар, где в ларях из прочных досок с крышками хранили обмолоченное зерно, муку и особо ценные для семьи продукты. К строительству амбара подходили очень ответственно, так же, как и к строительству избы. Это должно было быть надежное сооружение с крепкими стенами и запорами, хорошо проветриваемое и сухое. Ведь здесь крестьяне хранили свое главное богатство – хлеб, поэтому и строили амбары, как говорится, на века, в расчете на несколько поколений. Имелись на крестьянском дворе и конюшни, и хлев для домашнего скота, и сеновал, куда складывали высушенные сена, а также прочие хозяйственные постройки. Из воспоминаний крестьянки Сит Чихиной, 1917 год. Дворы у всех были крытые жердями. У нас было две конюшни для лошадей. Одна была для новорожденного жеребенка. В конюшне ясли, в которой с поветьей, поветь – помещение для хранения сена, сельскохозяйственных орудий, а также саней и телег. Спускали корм, сено. Поветь находилась над конюшнями и продолжалась до ворот. На другой стороне двора – хлевы для коров и овец, свиней. Над хлевами опять поветь, где хранилась солома. Между хлевами и конюшней было большое пространство на дворе. Через него был ход на огород, где находились бани, колодец. Было место и для погреба, в котором хранили летом молоко, квас. Там был лед. На огороде была выкопана глубокая яма, в которой хранились овощи – репа, брюква, морковь. Она была утеплена, так что зимой ничего не замерзало. Сколько же незнакомых для современного человека названий – поветь, амбар, жерть. Сегодня эти слова мы не употребляем, а ведь когда-то они были совершенно обыденными и понятными каждому. Зато вот это слово точно всем известно – баня. Без нее русскому человеку очень туго приходилось. Обычно у каждой семьи она была своя, но иногда использовали ее и для нескольких семей. Ставили баню на берегу реки или озера. Строили просто, без затеи, но в то же время все было продумано. Внутри помещение разделялось на две части – предбанник и отделение, где парились и мылись. В углу устраивали печь. В 19-м и даже в начале 20-го века еще существовали бани по черным или курные бани. В них не было печей с дымоходами, дым из очага поднимался вверх и выходил через небольшое окно под самой крышей. Когда же помещение достаточно прогревалось, его проветривали. Окно закрывали и давали баньке некоторое время отстояться, чтобы удалить угарный газ. Впрочем, в 18-м веке стали появляться печи с трубами, и многие бани стали топить, что называется, по-белому. Значение русской баньки трудно переоценить. В ней мылись и лечили разные болезни при помощи веника и пара. Даже рожать бабы уходили в баню. Недаром в народе сложились пословицы – баня парит, баня правит. В бане мыться – заново родиться. Традиция банной культуры существовала на Руси испокон веку. Наши предки верили, что русская парная – источник сил и здоровья. Знали и соблюдали они определенные правила. Так строили бани из легкого и пористого дерева, впитывающего влагу, обычно из липы или осины, поэтому жар был сухим. Веники использовали березовые, но иногда пихтовые, можжевеловые и дубовые. Причем заготавливали их в определенное время – с Иванова дня до Петрова дня, 7-12 июля. Воду, в которой эти веники запаривали, использовали для мытья головы, чтобы волосы были здоровыми и крепкими. Тело обычно натирали разными травами и снадобьями, для защиты от хворей и простуды. В общем, была у наших предков целая банная традиция. Вот как вспоминает о банных процедурах крестьянин Александр Турундаевский, чье детство прошло в семье его деда Василия Николаевича, в селе Воздвижение, Вологодской губернии. Воспоминания датированы началом XX века. Баня у деда была построена по-черному, размерами маленькая, можно было поместиться только вдвоем. Холодный предбанок, печка-каменка с маленьким котелком. Грели воду в катке камнями. Да и воды требовалось немного, так как технология мытья была крайне несложной. Сначала грелись на полке, затем поддавали пару и парились. Хлестались веником до потери сознания в шапке и рукавицах. Выбегали, как шальные, на улицу. Летом прыгали в пруд с водой и окунались, а зимой бросались в снег и катались. Потом еще раз парились, обливались водой, одевались в холодном предбаннике и шли домой. Дома брали братыню с квасом или водой, подсыпали овсяной муки и пили. Дома обязательно умывались холодной водой. Вот такой был обычай у деда Василия. Мыла для бани и стирки белья в обиходе не было. Баню топили каждую субботу. В первый жар пар ходили дед с внуком. Мытье с дедом было сплошным кошмаром, так как он проделал такую экзекуцию при парке, что черти не выдержали бы этого жару и разбежались. Дед драл себя веником. На голове у него меховая шапка, на руках рукавицы. А кряхтение, пыхтение и того больше. Затем катание в снегу. Дед повторял это до трех раз. Далее обливался холодной водой, надевал одни подштанники и бежал домой. Дворы русских крестьян в зависимости от местности и материального достатка хозяев сильно отличались друг от друга. Вот как описаны дворы бедняков и зажиточных крестьян Казанской губернии в книге «Русские крестьяне. Жизнь, быт, нравы», составленной по материалам этнографического бюро князя Тенишева. Постройки зажиточного от бедного отличаются тем, что у зажиточного на дворе навесов, конюшен или хлевов больше, весь двор от избы и кончая передним забором, бывает покрыт тесом или хорошо соломой, а изба и часто сеня обязательно тесом вплотную. Вся крыша соломины ежегодно покрывается свежей соломой. Все постройки на дворе дороже, прочные, ежегодно поправляются по надобности. У бедного наоборот, построек на дворе много меньше. Навесов на дворе мало, а у некоторых только изба осенней и на погребице с хлебушком. Все постройки много дешевле, хуже и непрочные. Крыша соломина и несколько лет не поправляется свежей соломой. Двор редко ремонтируется, разве самая крайне необходимая заставит поправить то или иное строение. Всем миром приговорили. Русские крестьяне жили общинами. Так называлась сельская управляющая организация, выполнявшая много различных функций. Община отвечала за выполнение повинностей, которые накладывались на крестьян помещикам или государством. Например, если нужно было выделить людей для строительных работ, лошадей для перевозки грузов, набрать рекрутов в армию, собрать налоги, перераспределить участки земли, эти и другие задачи решала община. Иногда ее называли миром. Всем миром приговорили, говорили раньше. Каждое селение все общественные дела обсуждало на деревенских сходах. Здесь выбирали старосту и сборщика податей. Помещик назначал главного управляющего своими землями, который следил за своевременным исполнением всех повинностей и за порядком в деревне. Вот описание сельских сходов конца XIX века во Владимирской губернии из материалов «Этнографическое бюро» князя Тенишева. Сходы собираются почти каждый воскресный и праздничный день, а в экстренных случаях и в будни. Созыв на сход – обязанность десятского. Посторонних и женщин, как правило, на сходах не бывает, если только не рассматриваются именно их дела. Пьяные на сходах теряют право голоса. При попытке прикословия староста их прогоняет или подвергает одно-двухдневному аресту. На случай непогоды за общественные деньги нанимается изба для проведения сходов с арендной платой 3 рубля в год. Решаемые вопросы. Аренда кабака или земли, распределение участков земли, сельские выборы, уплата податей, раздел земли, семейный раздел, а также различные мелкие дела, касающиеся крестьянского быта. Некоторые дела обсуждаются по предписанию начальства. Например, о проверке общественного магазина, о мирских доходах и расходах. Ведут себя крестьяне на сходах бурно, бывает все, за исключением, пожалуй, драк. Решение оформляется забранием рук. Староста ходит между крестьянами, протягиваем руки для пожатия. Число крестьян, протянувших руку в ответ, и есть число согласных с решением. Крестьянин, если он один, в отношениях с начальством сдержан, уважителен, но как только вступает в общество, он делается упрямо, настойчив, требователен до приказания, крича во весь голос «Мир велит! Мир велик человек!» Пожалуй, одна из главных функций общины обеспечена участками земли всех деревенских жителей. Те участки, где располагались дома и хозяйственные постройки, находились в личном потомственном владении крестьян. А вот пашни, луга и угодья для выращивания сельхозкультур передавались государством или помещикам в пользование общины. Она же распределяла эти земли среди крестьян, а также регулировала их использование, определяла, какие поля и чем засевать, устанавливала начало и конец полевых работ. В зависимости от региона площадь выделяемых угодий рассчитывалась по-разному. В одних местах исходили из количества работников в семье, в других считали только по мужским душам, в-третьих – по душам обоего пола, едокам. Каждое поле делилось на определенное число участков, которые распределяли на деревенском сходе путем жеребьевки. А ввиду того, что состав семей с течением времени изменялся, каждые 6-12 лет община устраивала общий полевой передел. При этом община стремилась к тому, чтобы каждое хозяйство было обеспечено достаточным количеством земли. Из воспоминаний жителя Шадринского уезда Пермской губернии Третьякова. Из поля выделяют каждому в разных местах часть лучшей, часть средней, часть худшей земли. Сметливый и честный мужичок с саженью до веревкой, а где встретится надобность той природной четвертью до шагами, так разверстает и рассортирует земельные участки, что никто на него не пожалуется, все довольны замысловатыми операциями своего землемера-самоучки. Субтитры создавал DimaTorzok